Добрый день! Мы начинаем курс видеоматериалов по обучению программе ДОП-Премьер. Этот весь курс разбит на несколько видеоуроков. И сейчас самый первый видеоурок – это монтаж аудиоматериалов. Я запустил программу ДОП-Премьер.Про в версии CS6. И сейчас у меня открылось меню. Здесь проекты, с которыми я работал раньше. Если вы программу запускаете в первый раз, здесь ничего у вас нет. Только возможность начать работу с помощью кнопки New Project. Вы нажимаете на эту кнопку, и в следующий момент вам нужно выбрать место, где у вас будут храниться файлы проекта. То есть где будет храниться именно этот файл проекта. Итак, мы заходим на компьютер, папочка C, мастер-класс видео. И вот специальная папка «Файлы проектов». Выбираем папку, и здесь пишем название для конкретно этой работы, этого проекта. Так и назовем его «Аудио 02». Вот так вот. Вот. Значит, выходит следующее диалоговое окно. Предлагается выбрать параметры для последовательности файлов. И здесь, в принципе, можно выбрать из большого количества уже предложенных параметров, либо из каких-либо параметров, которые вы для себя предварительно сохранили. Сейчас, так как это первый раз вы запускаете, я советую любой, просто любой выбрать из предложенных вариантов. Вот. И нажать кнопочку «Ок». А в следующих уроках мы конкретно разберемся с этим меню, и как там лучше поступить, как там лучше сделать. Открывается полностью интерфейс программы Adobe Premiere. И я хотел бы сразу сказать, чтобы вы не пугались, здесь вот так вот много разных окошек и много всяких вот циферок, кнопочек, да, инструментов. Это, в принципе, ну, скажем так, достаточно такая вот простая программа с одной стороны. С другой стороны, вот при первом, как бы, взгляде кажется, что здесь все очень, как бы, непросто, да. Но не пугайтесь, я помогу вам с этим разобраться. Итак, у нас задача из аудио, записанного на диктофон, сделать аудиофайл для прослушивания на сотовом телефоне. Вот. Что мы делаем в первую очередь? Мы заходим в файл «Импорт» и достаем файл, показываем, где лежит файл, наш исходный аудиофайл. Я сохранил его в папочку «Мастер-класс видео», «Исходные материалы», «Аудио». Вот этот файл. Он показывается вот здесь, вот в этом окне. И вот показано, что это аудиофайл. Я, нажав на нем и удерживая клавишу мыши, могу его перетащить вот в слот «Аудио 1», да. Вот таким вот образом. В принципе, больше ничего делать, в смысле, можно ничего не делать, просто сразу же этот файл сэкспортировать, или, скажем так, сохранить для сотового телефона. Нужно его выбрать. Давайте это сделаем. Я его выбрал. Файл. Зашел в меню файл «Экспорт медиа», да. И вот здесь нужно выбрать параметры для нашего конечного файла. Мы выбираем формат MP3. MP3 – это формат для вот как раз сотовых телефонов, других каких-то носителей, да, чтобы удобно было прослушивать. Вот. И здесь, ну, несколько, как бы, параметров высвечивается, какие параметры для MP3 файла можем выбрать. И я советую для конкретно сотовых телефонов записывать 96 кбит в секунду, да, выбирать вот этот параметр. В принципе, это единственный, как бы, пункт, который нужно выбрать для формата MP3. То есть MP3 и 96 кбит в секунду. Все. Мы нажимаем на кнопочку «Экспорт» и… А, секундочку. Мы не выбрали одну важную вещь, да. Мы не выбрали название конечного файла, да. Давайте сделаем это. Вот здесь вот в пункте «Output Name» я нажимаю и набираю, скажем так, название для нашего аудио. Аудио 02. Чтобы вы не запутались, там мы набирали название для нашего проекта, здесь мы набираем название для нашего конечного файла. Вот, в общем-то, и все. Единственное, что я не сделал, так это не показав, в какую конкретно мы папку будем сохранять наш файл, да. Давайте это тоже выберем. Это, значит, у нас на «С», «Мастер-класс», в папочку «Готовые файлы». Вот сюда вот мы будем сохранять. Все. Я нажимаю кнопочку «Экспорт» и выходит вот такое вот окно, которое показывает, в какой стадии просчета находится этот проект. Я сейчас прерву запись для того, чтобы это произошло, и мы его не дожидались. Так, наш файл готов. Мы теперь сворачиваем программу до Premiere, запускаем проводник, вот, и находим в папочке «С» и «Мастер-класс видео» готовые файлы, наш файл, который уже готов для прослушивания. В принципе, это достаточно простая операция, и давайте попробуем теперь, ну, скажем так, посмотреть, какие у нас есть варианты по, значит, улучшению или по обработке этого аудио. Вот смотрите, я нажимаю вот на этот важный очень треугольничек, который раскрывает аудиофайл и дает мне возможность увидеть, где здесь на самом деле происходит, ну, как сказать, как бы в каких местах в этом файле происходит звучание. Я немножко пошире сделаю это окно, то есть я беру вот за промежуток между слотом аудио 1 и аудио 2 и тяну вниз. Видите, вот здесь появляется такая вот гистограмма, да. Вот, чтобы эта окошка была, как бы, тоже очень более крупная, я могу вот за серединку, вот между, ну, как бы, за разделение между вот этими окнами вытянуть вверх. Итак, у нас задача сделать это не просто вот сплошным звуком, да, но, скажем, сделать в мягкое вступление и мягкий выход из этого аудиофайла. Как это делается, да, нам для этого потребуется меню Windows Effects, да, видите, зашел в Windows Effects, и вот у меня оно отобразилось здесь. И для того, чтобы сделать мягкий вход на файл, мне нужно выбрать, значит, аудио эффекты, точнее даже аудио transitions, да, crossfade, да, и выбрать exponential fade, то есть вот этот, как сказать, эффект, и наложить его на начало и на конец этой аудиозаписи. То есть я беру ее и тяну этот эффект, и я указываю в самом начале, да, вот. Сейчас, вот когда я вот так вот приближаю или удаляю, я всегда нажимаю на кнопочку Alt и кручу колесом мыши. Таким образом я легко, ну, как сказать, меняю масштаб, масштаб моего отображения, да. Смотрите, сейчас я запускаю звук, да, видите, звук, в принципе, вот здесь вот видно по, значит, по гистограмме, да, как он увеличивается постепенно. Вот он пошел, да. Теперь давайте сделаем то же самое в конце, да, вот. Сюда наезжаем. И добавляем этот же фильтр, этот же эффект в самый конец. Вот. И вот смотрите, здесь что-то происходит, а потом чек, и все, все, все затухает, все глухнет, да. То есть вот это такие вход и выход, да, из аудиофайла. В принципе, также вот готовый файл можно сэкспортировать, то есть выложить в таком виде. Я захожу в файл Export Media, все те же операции, выбор названия, да, вот, выбор папки, куда мы это все складываем. Вот, готовые файлы, аудио 0.2.3, да. Вот, и нажимаем на кнопочку Export. Но сейчас я дожидаться этого не буду, я просто хотел бы показать, как нам этот файл, как нам этот файл обработать, обрезать, скажем, что-то и оставить, ну, как сказать, только часть его, да. Вот смотрите, здесь в начале идет такое достаточно красивое вступление, но оно явно громче, чем все остальное. Здесь уже пошла дальше лекция, да, то есть это лекция Олега Сунцова, вот, и можно увидеть, что на самом деле вот этот кусочек немножко выбивается, да. То есть у нас есть желание, как сказать, начать с самого начала лекции, то есть не с этого вступления, а вот с начала. Давайте попробуем найти это начало, смотрите, как это делается. То есть я могу устанавливать курсор в любом нужном мне месте, нажимаю клавишу пробел и таким образом прослушиваю, то есть что там конкретно происходит, да. Вот здесь, вот здесь, вот в тех местах, где мне это интересно, да. Вот, вот я слышу, что уже пошла лекция, то есть я возвращаюсь с самого начала, ну, где-то вот к началу этого разговора. Таким образом я нахожу, нахожу начало лекции, вот, по-моему, здесь он здоровается, точно, вот. И, соответственно, мне здесь нужно как раз вот сделать, обрезать этот файл. То есть как я это делаю? Я беру и просто тяну вот этот край, то есть вот видите, когда я подвожу край, у меня появляется такая красная стрелочка, да. Я тяну до нужного мне места, вот. Видите, exponential, наш фильтр, сейчас покажу его, он так же здесь и сохранился, да. Вот он здесь. То есть точно так же с самого начала он добавит звук и потом пойдет лекция. Вот, то же самое можно сделать в конце. То есть я ставлю курсор в конец, нахожу место, где лекция была закончена. Здесь еще лекция идет. Вот здесь вот обычно. Вот. Все, лекция закончилась. И, соответственно, я также стягиваю правый край вот под это место, да. Вот. Я могу, видите, здесь в начале пустое место, да. И, соответственно, я могу либо подвинуть влево этот звук, либо вот здесь вот сократить его, как сказать, обозначение. То есть сократить его диапазон. То есть этот диапазон, как правило, выдается для экспорта. То есть будет генериться только вот эта вот часть. Я захожу в файл «Экспорт», «Экспорт медиа». Вот. И таким образом, опять же, выбираю папочку, куда я все складываю. И также, в общем, короче говоря, делайте те же самые операции. Выбираю формат, выбираю папку и нажимаю на кнопочку «Экспорт». И у меня файл, нужный для меня файл генерится. Вот, в принципе, все, что я хотел бы рассказать про аудио. Единственное, бывают такие моменты, что нужно что-то либо вырезать, либо, скажем так, либо сократить, да. То есть где-то из середины. Давайте попробуем это сделать, да. Вот я вижу здесь какой-то скачок звука. Я предполагаю, что там либо что-то упало, кто-то упал в аудитории, да. И попробуем его просто убрать этот, да, вот кусок звука, да. Что там произошло? О, хлопнула дверь. Все, замечательно. Давайте попробуем это убрать. Как это можно сделать? Ну, вообще, можно как бы заглушить этот звук, один вариант. А второй вариант, мы можем этот, как бы, кусочек вообще вырезать. Предположим, что это достаточно длинный кусок, да. Давайте сначала просто научимся вырезать, да. То есть, смотрите, у меня здесь есть лезвие. Я могу прям отрезать кусочек до, кусочек после, да. Перейти снова на курсор. Это вот здесь вот панель инструментов. Здесь я всего пользуюсь, всего двумя инструментами. Не пугайтесь, что их тут так много, да. На самом деле, всего два вам нужны будут, да. Эта стрелочка, вот это лезвие, да. Этот кусочек мы удаляем. Эту часть мы подтягиваем сюда. Вот, и вот здесь вот что-то электр говорил. И, в принципе, мы очень удачно попали, что дверь хлопнула, когда он, в принципе, ну, как сказать, ничего, как бы, страшного не произошло из-за того, что мы вырезали этот кусочек. Вот таким образом. Теперь единственное, что нужно учесть, что нельзя просто сразу экспортировать, нужно выделить. Помните, я уже говорил. То есть, мы должны выделять всегда все, что мы хотим сэкспортировать. Иначе только то, что отмечено, то и будет экспортировать. Файл, экспорт, медиа, да. Ну, и повторяем все операции, которые я уже показывал. Вот такая вот история. Теперь, предположим, что мы не хотели разрезать, да, этот файл, а просто хотели на момент вот этого стука двери просто сделать звук тише, да. Как это сделать? Во-первых, как вернуться обратно? В Premiere очень удобно, как, ну, и во многих других программах, есть опция Undo, то есть отмена. И можно ее нажимать. Видите, Ctrl-Z можно нажимать, можно вот таким пунктом пользоваться. Да, столько раз, сколько вы хотите, да. То есть, откатывается практически, кстати, к началу обработки, да. Вот я сейчас откатился к этому моменту. Так, где у нас тут? Вот эта дверь. Я сейчас наехал, да. Ну, как сказать, приблизил так, чтобы увидеть этот вот стук двери, да. Вот, теперь я смотрю, значит, вот новые сейчас будут, то, что я еще не показывал, да, в этом видео. Пожалуйста, обратите внимание. Значит, мы сейчас будем работать со звуком. Для этого нам нужен раздел Effects Control. Эффект Control, да. Вот. Когда я показываю на конкретный материал, то у меня здесь появляются пункты, относящиеся к этому материалу. В частности, Volume, то есть звук. Вот. И я должен показать в программе, что вот здесь звук начнет уменьшаться, скажем, вот здесь он уменьшится до нуля. После того, как хлопнет дверь, я смогу снова звук с этой точки поднять вверх. То есть, как бы я выключил, выключу приемник и включу его. Как это делается, да. Значит, смотрите, я устанавливаю здесь точку. Вот. Ну, как сказать, создаю точку новую для звучания. В этой точке звучание сейчас равняется нулю, да. То есть, ну, как сказать, просто ни в плюс, ни в минус. Ноль – это стандартный нормальный звук. То есть, он не добавляет ничего. Level, да, то есть уровень звука. Ну, как сказать, немножко непонятно в том плане, что почему так ноль, да, и вроде как звук есть. То есть, звук должен быть, когда какая-то циферка есть. Так вот, ноль в звуке означает все нормально, звук есть, да. Вот много нулей, вот два нуля, да, минус много нулей, да, это уже звука вообще нет. Видите, вот здесь как раз могу вот в этой градации указывать, насколько я хочу уменьшить звук, да. То есть, от двух нулей до нуля у меня это уменьшение. Сюда идет увеличение. Вот такая вот история. Я сейчас вхожу в это меню, указываю нолик, да. Прохожу немножко пунктик. Здесь указываю, что звук у меня уменьшится. То есть, звук должен выключиться. После того, как лопнет дверь, я снова указываю еще одну точку, что здесь звук фиксируется на нулевой, ну, как сказать, на выключенном состоянии. И чуть позже он снова включается. То есть, я указываю новую точку и указываю ноль, да. Вот, чтобы удобно между этими точками перемещаться, вот здесь вот есть такие вот стрелочки. Видите, как бы курсор могу перемещать между этими точками. Ну, мы немножко про точки поговорим на следующих уроках. Сейчас, в принципе, нам этого достаточно. Итак, просматриваем, что у нас получилось. Я нажимаю кнопку пробел, вот, хлопнула дверь, и мы этого не услышали. То есть, мы добились того, что нам нужно. Вот в таком виде можно файл, как я уже рассказывал, экспортировать. Вот, а на этом наш урок по... Первый урок по обучению программе Adobe Premiere закончен. Спасибо большое вам за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok